Важное соглашение. Харягинская СРП еще как минимум 13 лет продолжит приносить доходы в казну региона. Документ подписан в Москве и утвержден правительством России. Профицитный бюджет дохода Ненинского округа увеличились на 7%, когда регион расплатится с госдолгом. Первым делом самолеты на рейнмарский авиатряд нуждаются в пилотах Ан-2. Оказывается, что в России больше не готовят таких специалистов. К чему это может привести? Новый вид поддержки в регионе. Появится губернаторский грант для местных предпринимателей. Какие условия? ГОСРОЖИЛНАДЗОР состоял очередной рейтинг управляющих компаний. Кому доверять стоит, а кому нет? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги среды. В студии Олег Хатанзийский. Новости начинаются. Срок действия Харягинского СРП продлен на 13 лет до конца 2031 года. Подписание дополнения к соглашению о разработке и добыче нефти на месторождении на условиях раздела продукции состоялось накануне в Москве. Со стороны Российской Федерации документ подписали министр энергетики Александр Новак и в Рио губернатора региона Александр Цибульский. Со стороны инвестора представители группы компаний «Зарубежнефть» Статойл, Тоталь разведка-разработка России и Ненецкая нефтяная компания. Также в церемонии подписания принял участие заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. Александр Цибульский отметил приоритетную роль в этом событии правительства России, глава которого подписал распоряжение о продлении срока действия проекта. Для Ненецкого округа подписание соглашения о продлении срока действия Харьегинского СРП – это, безусловно, позитивная новость. На сегодняшний день, с учетом проведенной совместной работы по оптимизации производственных издержек, доходы бюджета региона практически на треть состоят из поступлений от реализации Харьегинского СРП. С начала текущего года в казну округа уже поступило 3,4 миллиарда рублей в рамках соглашения. Еще более 2 миллиардов рублей мы рассчитываем получить до конца текущего года. Продление соглашения еще на 13 лет дает нам возможность сохранять на должном уровне меры социальной поддержки жителей региона и реализовывать на территории округа серьезные инфраструктурные проекты. Харьегинское СРП – один из трех действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашения о разделе продукции. Оно вступило в силу в январе 1999 года и было заключено на 20 лет с правом продления на 13. Объем добычи Харьегинского СРП составляет 1,5 миллиона тонн нефти в год. Напомню, участниками соглашения являются правительство России, администрация Ненинского округа, а также инвестор. И еще об экономике. Региональный бюджет в первом полугодии исполнен с профицитом, то есть с плюсом в 1 миллиард рублей. Доходы составили 9 миллиардов 700 миллионов. Таким образом, они увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%. А вот расходы выросли на 2,3% до 8,5 миллиардов рублей. Наибольший объем поступления – около 3,5 миллиардов – обеспечили в первом полугодии доходы в виде продукции государства при выполнении Харьегинского соглашения. Порядка 3 миллиардов рублей – налог на имущество организации и еще полтора – налог на прибыль. Что касается расходов, то наиболее крупные статьи – это образование, 2,5 миллиарда, национальная экономика, чуть более полутора миллиардов, социальная политика, столько же, жилищно-коммунальное хозяйство – 836 миллионов и здравоохранение – порядка 700 миллионов рублей. Добавлю, государственный долг Ненинского округа на 1 июля равен 2 миллиардам рублей. Местные жители стали чаще летать. О росте пассажиропотока рассказал генеральный директор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук. По его словам, за первое полугодие пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На межрегиональных перевозках этот показатель достиг 6%. По статистике, чаще всего жители региона летают летом, во время сезона отпусков. Впрочем, это и неудивительно. Особым спросом сейчас пользуются так называемые чартерные рейсы. Напомню, второй год подряд их выполняет Коми Авиатранс. Цена билета до Москвы на такой рейс значительно ниже – в среднем 9 тысяч рублей. Рассказал Валерий Остапчук и о проблеме, с которой не так давно столкнулось предприятие. Это нехватка пилотов на самолеты Ан-2. В гражданской авиации поменяли немножко психологию подготовки пилотов. Те училища, которые готовят пилотов на самолеты, отказались полностью от самолетов Ан-2. Раньше вот три училища – Бугуруслан, Сасово, Красный Кот, да и, в принципе, и Академия. И Ульяновская первоначальная подготовка была у пилотов на самолетах Ан-2. Это, получается, в стране всего три училища было? – Где готовились специалисты? – Нет, их пять, Ульяновская Академия, но они там поменьше немножко готовили. Поменяли тип воздушного судна, то есть максимально приблизили к тем воздушным судам, которые эксплуатируются сегодня на воздушных линиях. То есть Арбас и Боинг поставили самолет австрийского производства «Даймонд». У него приборная доска, в общем-то, соответствует вот этим большим воздушным судам. Ну и ребята, которые поступают в училище, мало кто хочет летать на малой технике, скажем так. На сегодняшний момент нет ни одного учебного центра, который бы учил пилотов на самолеты Ан-2. Предвидя эту ситуацию, у меня у самого сына учился в Бугурусланском училище, и мы набрали чуть побольше пилотов, чем нам необходимо было для производственного плана. То есть у нас в прошлом году было 11 экипажей, на сегодня экипажей всего шесть. – Один экипаж – это два человека? – Один экипаж – это два человека, да. Шесть экипажей у нас, конечно, это предельное значение, ниже держать нельзя, но те пилоты, которые приходили, молодые ребята, они сразу заведомо говорили, да, мы хотим полетать, что называется, на руках, для того, чтобы потом пересесть на большую технику. Это их мечта, запрещать им что-то или препятствовать. Я считаю, что я не имею права, а очень уважаю их вот это откровенное заявление. Они сказали, да, мы у вас полетаем год, два, три, а потом идем на большую технику. И, к сожалению, совпало так, что в прошлом году у нас ушло четыре опытных командира на пенсию. Ну, по возрасту уже люди выходят, и молодые ребята ушли. И вот катастрофа у нас двух пилотов, еще двух командиров исключила из оборота. Поэтому определенные трудности есть. Пытаемся, пытаемся, дали везде объявление для того, чтобы набрать пилотов, но должен успокоить жителей округа, даже если не будет хватать пилотов на А-2. И уже в этом месяце мы практикуем, мы делаем замену типа, везем на Ми-8. Чем это чревато? Я могу сказать, что самолетом 2 ведь везет там 10-12 человек, то есть частота рейсов, допустим, до той же нести 4 раза в неделю. Если будет летать Ми-8, он будет летать 2 раза в неделю. Это будет неудобно пассажирам, я считаю, но, к сожалению, другого пути не будет. Если не будет пилота, мы вынуждены будем перейти. Я правильно понимаю, что в принципе... Такие компании «Ямалка», компания «Комиавиатранс» перейти исключительно на Ми-8. Получается так, что Ан-2 постепенно уходит в прошлое. Сегодня у нас не готовят пилотов на Ан-2, то есть в ближайшем будущем. Да, они ниоткуда не возьмутся. Это печально. Печально, но ничего вечного на Земле нет. Таким образом, есть вероятность, что в будущем Норейнмарский авиатряд перейдет на новый тип пассажирских самолетов – модернизированную версию ТВС. К другим темам. С прибрежной акватории реки Печора до конца года будет убрано еще 10 заброшенных судов. На днях в администрации подвели итоги аукциона на выполнение данных работ. В настоящее время идет процедура заключения контракта с компанией, победившей в торгах, цена вопроса 1 миллион 600 тысяч рублей. Средства, выделенные из регионального бюджета, согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по очистке от металлолома береговой полосы бассейна реки Печора в границах Норейнмара и поселка Искателей. Всего до 19 октября нужно убрать 12 объектов, 10 бесхозных судов и 2 скопления мусора. В 2017 году властями округа для выполнения работ по очистке прибрежной акватории было выделено полтора миллиона. Это позволило убрать 23 объекта металлического лома. В Ненецком округе тем временем стартовала кормозагодовительная кампания. Первыми к Сенокосу приступили механизаторы Ненецкой агропромышленной компании. Как сообщил директор предприятия Анатолий Чудочин, на Сенокосе работают 4 подразделения в районе Норейнмара, Оксина, Тельвиски и Макарова. Компания планирует подготовить на зиму более 4 тысяч тонн грубых кормов. В целом, по данным Департамента природных ресурсов и экологии АПК, в этом году будет заготовлено порядка 8,5 тонн кормов. Для этого сельхозорганизациям и фермерам предстоит скосить свыше 4,5 тысяч гектаров естественных и сеяных трав. В профильном ведомстве дополнительно сообщили, что все хозяйства полностью обеспечены необходимой техникой. В нынешнем году СПК Аркасула приобрел два новых рулонных прессоподборщика. Напомню, Сенокос, как и в прошлом году, начался позже привычных сроков. Это связано с тем, что паводковые воды затопили луга животноводческих предприятий. Аграрии надеются, что ситуация не скажется на объеме сена и сенажа, которые планируется заготовить в текущем сезоне. Региональная администрация в этом году запустит новый конкурс для местных предпринимателей. Речь идет о гранте губернатора Ненецкого округа. Деньги можно будет потратить на реализацию крупных бизнес-идей. Важные условия претендовать на поддержку из бюджета смогут лишь инвестиционные проекты стоимостью от 50 миллионов рублей. Подробности расскажем далее. От более серьезных вложений региональная администрация ожидает и большей отдачи. Если малому бизнесу в округе оказывается значительная поддержка, это и гранты на стартапы, и различные субсидии, то более крупные проекты всегда оставались без внимания. Как заявил Александр Цибульский, региону нужны предприниматели, которые будут создавать большее количество рабочих мест. Это к вопросу существующей безработицы. Мы приняли решение, что нам надо сделать пока в виде пробного такого раз в год реализовывать грант, который бы отбирался путем открытого конкурса. И это были бы проекты от 50 миллионов рублей, которые мы готовы были бы софинансировать также на грантовой основе в районе 20%. Ну, не в районе, фиксировано на 20%. Таким образом, если предприниматель заходит с проектом на 50 миллионов, то мы готовы 10 миллионов ему дать грантам. При этом софинансирование будет идти тем же ритмом, каким он финансирует свой проект. Если он вкладывает 10 миллионов, то мы со своей стороны готовы отвечать двумя. Для Анатолия Курленко, известного в округе предпринимателя, эта новость стала пищей для размышления. Говорит, именно такой, более серьезной поддержки местным бизнесменам как раз не хватало. Тех субсидий и грантов, которые уже предусмотрены для коммерсантов, недостаточно для создания, например, крупного производства или капитального строительства. Шикарная поддержка. То есть на сегодняшний день сейчас он проходит правовую основу. Ну, я надеюсь, что будет все нормально. И данный грант утвердится, и он будет жить. Будем участвовать в любом случае. Губернаторский грант не раз обсуждался с бизнес-сообществом еще на стадии разработки. Вот и на крайней комиссии по инвестиционной поддержке предпринимательства главный финансист региона Татьяна Лагвиненко озвучила порядок и условия предоставления нового гранта. Вот, например, основные критерии, на основании которых будет определяться победитель. Это срок окупаемости проекта, чистая приведенная стоимость проекта МПВ, внутренняя норма доходности при реализации проекта. Также оценивается привлечение работников из числа лиц, постоянно проживающих на территории Ниньского округа, на рабочие места, которые будут создаваться при реализации проекта. Оценивается бюджетная эффективность проекта. Также оценивается отношение среднемесячной заработной платы в рамках реализации проекта к установленному прожиточному минимуму на территории Ниньского округа для трудоспособного населения. Кроме того, потенциальный получатель гранта не должен иметь просроченной задолженности по налогам и страховым взносам. Важно сказать, что если победивший в конкурсе проект потерпит неудачу, получатель гранта обязан будет возвратить выданную из бюджета сумму. Например, в случаях недостижения показателей результативности, нецелевого использования средств и ряда других отрицательных результатов. Более того, в случае нарушения порядка и условий предоставления финансовой поддержки помимо возврата самого гранта, получатель субсидий обязан вернуть еще две трети ставки рефинансирования. Добавлю, что проект уже прошел процедуру оценки регулирующего воздействия и в ближайшее время планируется принятие соответствующего постановления окружной администрации. В регионе обновили рейтинг коммунальных организаций. Лидером второй раз подряд стала Ненецкая управляющая компания. Она получила 170 баллов, сохранив за собой первое место. На второй строчке расположилось общество «Аврора». Поднявшись в рейтинге на четыре позиции, тройку лидеров замкнула компания «Базис». У нее 165 баллов. А вот последнее место досталось по КТС, пропустив вперед МУП службы заказчика по ЖКУ поселка Искатели. И уже обанкротившееся общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Служба заказчика». Как сообщается, на сайте Гостро и Жилнадзора в текущем рейтинге не принимали участие Главное управление жилищного фонда, прекратившее управление домами в ноябре прошлого года, а также ООО «Содружество». Добавлю, при расчете рейтинга учитываются количество и характер жалоб на работу управляющих организаций, выявленных в работе, нарушения, процент исполнения предписаний, качество подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду, размещение информации в ГИС ЖКХ, наличие штрафных санкций и ряд других критериев. В зависимости от этого коммунальные организации начисляются как поощрительные, так и штрафные баллы, которые в итоге образуют суммарный показатель работы. При формировании рейтинга в учете принимается процент аварийного жилья в управлении. Чем он больше, тем работа компании является более трудоемкой и потому поощряется дополнительными бонусами. В столице региона сегодня состоялся медиафорум «Союза журналистов России». Он посвящен столетию организации. В Наринмар эксперты приехали с новой программой. Для местных представителей СМИ провели форсайт-сессию, мастер-классы на тему журналистика будущего. Один из блоков был посвящен работе в социальных сетях. «Мы выезжаем каждую неделю со своей командой, приезжаем в регион и в течение дня проводим интенсивную практическую программу. К нам приходят журналисты, руководители пресс-служб, как органы власти, так и разных частных компаний, блогеры, маркетологи иногда приходят. То есть для них, в принципе, это современная программа, которую редко привозит кто-то в регионах. В основном подобные мероприятия происходят в Москве или в Санкт-Петербурге. Люди после инфорумов понимают, что социальные сети – это не какое-то там индифферентное поле, какая-то определенная экосистема, а это та площадка, где могут жить средства массовой информации и ваши материалы». В числе приезжих наставников Ян Радзевич, руководитель пресс-службы Союза журналистов России, Максим Корнев, медиаэксперт, Екатерина Конькова, сотрудница компании «Йота» и Сергей Мишавкин, директор группы «Феномен». В качестве спикеров выступили и представители медиасообщества Ненецкого округа. Благодаря таким выездным форумам состав команды «Союз журналистов» России с каждым разом обновляется и пополняется новыми кадрами. Ну а начинающие и уже опытные предприниматели смогут пройти школу бизнеса абсолютно бесплатно. С 10 по 24 августа в столице региона пройдет тренинг Азбука предпринимателя. Как сообщают организаторы, Центр развития бизнеса у участников семинара научит базовым навыкам ведения коммерческой деятельности разрабатывать собственные проекты, находить источники финансирования, регистрировать и начинать свое дело. На лекциях также расскажут о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Для предварительной регистрации необходимо позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах 212-92. И в продолжении темы. Возможность заявить о себе на международном уровне. В регионе стартовал прием документов от предпринимателей, желающих принять участие в международных и российских выставках. Кроме того, представители бизнеса смогут обратиться за помощью в оформлении стендов на условиях софинансирования. В перечень мероприятий, для участия в которых оказывается помощь, входят Туристическая неделя регионов России в Москве, которая пройдет с 16 по 19 августа, Международная выставка охоты и рыболовства на Руси 6-9 сентября, Международный туристический инвестиционный форум ITIF 19-20 сентября и Маргаритинская ярмарка в Архангельске. Она пройдет с 20 по 24 сентября. Оставить заявку на участие в мероприятиях можно на сайте Центра развития бизнеса Ненецкого округа или отправить по адресу улица Ленина, 33-Б, 5 этаж. Более подробная информация по телефонам 2-12-76 и 2-12-77. Такова была информационная картина дня. Далее традиционно прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.